В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Фестиваль «Владивосток Хавтриатлон» состоится во Владивостоке 22 и 23 июля. Мероприятие такого масштаба на Дальнем Востоке пройдет впервые. «Владивосток Хавтриатлон» является третьим этапом Азиатско-Тихоокеанского суперкубка по триатлону, учрежденного в 2022 году Федерации триатлона и полиатлона Приморского края. Об этом событии мы и поговорим сегодня с нашими гостями. В студии у нас Евгений Карпов, председатель Федерации триатлона и полиатлона Приморского края, и Денис Иванюк, технический директор Федерации триатлона и полиатлона Приморского края. «Молодые люди, здравствуйте!» «Добрый день!» «Так, ну, первый вопрос Евгению, наверное. Что же такое триатлон?» «Триатлон, в первую очередь, это циклический вид спорта, который состоит из трех дисциплин. Первая дисциплина – это плавание, вторая дисциплина – это велосипед, и третья дисциплина – это бег». «А вы давно в этом виде спорта?» «Сам я с 2017 года в триатлоне, часто выступаю, и вообще этот вид спорта зацепил меня». «Чем?» «Своей цикличностью». «Как к нему пришли? Почему начали заниматься? С чего-то другого, может быть, начинали к этому пришли?» «Ну, на самом деле, все получилось случайно. Знакомые ребята предложили зарегистрироваться в триатлоне. Вот, я взял свой велосипед большой, тяжелый, зарегистрировался на старт, пробежал, мне очень понравилось. Вот, и с этого момента начал активно не только заниматься, и помогать в развитии данного вида спорта в крае». «А федерация триатлона Приморского края, она молодая достаточно?» «Ей год». «С 2022 года существует. А какие мероприятия она еще провела?» «Мы провели шесть стартов за год. Это индор-триатлон, акватлон, дуатлон и олимпийский вид, олимпийская дистанция. Вот, это полтора километра бег, полтора километра плавания, 40 километров велосипед и 10 километров бег». «Ну, вообще, мне кажется, что триатлон сегодня набирает популярность некую, потому что слышно. Проводится соревнование по триатлону. Проводится соревнование по триатлону. Это так?» «Да, это так, потому что вообще триатлон на сегодняшний день – это модно. Ну, как-то так вот. До какого-то времени в России он не был, да, там, таким популярным видом спорта. Вот. И когда он начал входить, так скажем, в Россию-то, да, и в России развиваться, это стало неким таким-то трендом и модно заниматься на сегодняшний день вообще триатлоном. Потому что это, наверное, больше даже не о виде спорта, ну, как в частности, да, о преодолении людей. То есть люди, которые там, ну, работают в офисе, да, узнают об этом виде спорта, поглубже начинают смотреть какую-то информацию там в интернете, да, и загораются даже уже на этом этапе и хотят пройти там какую-то определенную дистанцию и преодолеть себя в этой дистанции. Мне кажется, это довольно сложно, потому что это и бег, и плавание, и велосипед, и все сразу так, изнурительный такой достаточно вид спорта. Нет? Ну, может быть, он может показаться таким. Ну, если вы не тренированный человек, то да, то на первом этапе для вас это будет тяжело упаковать три вида спорта в одном. То есть это нужно заниматься и плаванием, ходить в бассейн, да, это нужно велосипед крутить, и плюс еще и нужно беговую составляющую тоже, как бы, держать в кондиции. Евгений, давайте поговорим подробно о предстоящем фестивале Владивосток, Хафф-Триатлон и Суперкубки. Что, когда, зачем и почему? 22-го числа у нас, у нас вообще сам Хафф-Триатлон и фестиваль, да, пройдет в два дня. Первый день у нас – это детские забеги и плавательные этапы. Второй день у нас короткие триатлонные дистанции – это суперспринт, спринт, олимпийская дистанция и средняя дистанция. А также для ребят, которые не умеют плавать, вот, для них придумана дисциплина дуатлон. Вот, это 90 километров велосипед и 21 бег. В принципе, тоже будет очень интересно поучаствовать в этой дисциплине. И это все в два дня уместится? Это будет, да, в два дня ориентировочно мы планируем в районе 700 участников. А где будет проходить? Будет на русском острове проходить район океанариума. Ну, то есть это достаточно живописненькая трасса нашего русского острова, да? Скажем так, это, наверное, одна из самых красивых локаций в России. То есть мосты, море, горы. Ну, на самом деле, очень красивая локация. Денис, а сможет ли принимать участие в триатлоне не профессионалы, а любителей? Ну, вообще, да, этот старт нацелен как бы именно на сегмент любителей. То есть у нас будут участвовать и профессионалы, но в большей части мы проводим это мероприятие именно для популяризации триатлона среди любителей. А какие-то тренировки для людей, там, я не знаю, лекции, мастер-классы, все что угодно по тому, как подготовиться, в принципе, подготовка людей какая-то будет происходить? Да, у нас на сегодняшний день мы запланировали несколько таких мастер-классов, да, или там открытых тренировок. Ну, сначала мы проведем лекторий, да, то есть мы людям расскажем вообще, что такое триатлон, познакомим их с триатлоном, да, какое оборудование необходимо, как преодолеваются дистанции, как к ним подготовиться, и все тонкости и нюансы этого спорта, потому что, как бы, ну, он такой, на самом деле, объемный вид спорта, и в нем очень много нюансов. И после лектории мы будем проводить ряд открытых тренировок по велосипеду, по плаванию в открытой воде и по, ну, соответственно, бегу. Ну, вот мне, как обывателю, да, вот я пришла к вам, допустим, на триатлон, хочу бежать, плыть, ехать на велосипеде. Что тут может быть непонятного? Вот что вы мне объясните? Ну, велосипед знаю, как педали крутить знаю, как плыть знаю, как бежать тоже знаю. Что тут вот можно такого объяснить, важного для человека? Ну, давайте, наверное, я расскажу свой опыт и отвечу тем самым на ваш вопрос. Вот когда я первый раз принял участие в триатлоне, это был спринт-триатлон, я тоже рассуждал именно так же, как вы, Юль, потому что я думал, ну, что я умею плавать там, я умею крутить велосипед, я там умею бежать, да. Но когда я попал в открытую воду, вот здесь-то и начались самые важные, самые главные проблемы в триатлоне – это боязнь открытой воды, это раз, а второй момент – отсутствие техники плавания кролем, это два. То есть, да, я преодолел там 750 метров там брасом, вышел там из воды, но как бы я там получил такую часть, там, частичку там стресса, да, вот именно в плавательном сегменте. И после чего я понял, что без бассейна и без правильной техники плавания, как бы это очень тяжело не только физически, но и эмоционально. Поэтому в триатлоне, вы правильно заметили, то, что мы там можем крутить велосипед, там, педали, да, там с детства мы все катаемся на велосипеде, а бегаем мы, потому что это нам дано от природы, да, бежать, а вот плаваем мы, к сожалению, не все. И этому нужно учиться, и тем более во взрослом возрасте это тяжелее намного, там, ставить технику к ролям, нежели, допустим, в детском возрасте. Поэтому в триатлоне больше всего уделяется времени именно плаванию. А силы свои рассчитывать как-то важно вот на всех этих трех этапах? Да, конечно, это очень важно. То есть, как раз таки в тренировках это и добивается. То есть, когда вы совмещаете три вида спорта, да, одновременно, то есть в неделю, к примеру, вы там занимаетесь, там, три раза в неделю, у вас там один раз плавание, один раз велосипед, один раз бег. И вот здесь-то вы как раз таки понимаете, где и как вам необходимо распределить свои усилия, да, где у вас вид слабее, и здесь вы, значит, менее интенсивно, да, там, проходите дистанцию, где вид у вас посильнее, допустим, вы там уже более интенсивно, то есть вы добираете. Ну, к примеру, если вы там в плавании, ну, слабоват, да, понятное дело, что бросаться сразу там в плавание не стоит, потому что вам еще необходимо там пройти велосипед и пройти бег, то лучше здесь, допустим, поберечь силы в плавании, а догнать на велосипеде и на беге. Уже Евгений говорил, что дети будут участвовать. Да. Для детей какая-то специальная подготовка есть? Для детей, конечно же, есть специальная подготовка, и в нашей федерации открыта секция, да, где мы тренируем своих детей, и у них все то же самое, что у взрослых. Так же у них плавание, так же велосипед, как бы, так же бег. Но единственное, что там от возраста зависит объем нагрузок, который мы им даем. Евгений, а с какого возраста дети участвуют? У нас 5 лет. Для них специальная дисциплина, для этих детишек есть, называется дуат-лоша. Вот, очень-очень интересная дисциплина. Там детки сначала бегут, забегают в транзитную зону, берут велосипед, маленький кружок делают на велосипеде, и дальше еще раз бегут. На самом деле, это очень ярко, эмоционально, вот, потому что детям помогают родители. Ну, тот, кто бегал и примет первый раз участие, я думаю, это будут постоянные участники наших вот этих именно мероприятий. То есть это зажигательно и весело. Мы с вами забыли поговорить о суперкубке. Что здесь, что это за мероприятие? Сам суперкубок был придуман и организован в этом году. Вот, это вообще клубный чемпионат, и нацелен он на развитие именно тоже любительского спорта, вот, и самой атмосферы в спорте, чтобы ребята контактировали не только между собой, там, триатлонисты, да, а это и велосипедисты, и те, кто занимается легкой атлетикой и плаванием. Вот, в рамках этого суперкубка у нас там существует 4 старта. Вот, и разыгрывается призовой фонд в 1 миллион рублей. Для развития как раз этих клубов. Кто-то может призовые деньги потратить на экипировку клуба, на развитие в рамках, там, команды, именно выезда на сборов, вот, ну, скажем так, на нужды клуба. И Владивосток Хафф Триатлон является, я напомню, третьим этапом Азиатско-Тихоокеанского суперкубка. Да, совершенно верно. Это третий этап суперкубка. То есть мероприятие, вы что-то хотели? Нет, нет, нет. Да, в рамках этого же суперкубка у нас еще есть и личные зачеты. У нас два любителя у мужчин и две любительницы у женщин сражаются за путевку и поездку на Айронстар Сочи. Вот, это будет проходить осенью в октябре месяце. То есть федерация им полностью оплачивает поездку до Сочи, само мероприятие и обратно. Они уже будут представлять наш край в городе Сочи на гран-при, где сильнейшие любители и профессионалы в стране будут участвовать. И, кстати, эстафетная команда, у нас тоже мы в этом году вели дисциплину эстафета, лучшая команда, которая в течение сезона набрала больше очков, она тоже летит на гран-при Сочи. Да, чтобы побороться за, скажем так, победу, надо набрать максимальное количество очков. Ну, то есть поучаствовать во всех четырех этапах. Проект действительно очень масштабный, и Владивосток Хав Триатлон, понятно, что поддерживает федерация триатлона Приморского края. Но есть ли еще какая-то поддержка? Может быть, спонсоры, может быть, кто-либо? Да, у нас очень мощная в этом году поддержка. Нас поддерживает федерация триатлона России, нас поддерживает администрация города Владивостока. И вообще, как бы, так как мы планируем такое мегамасштабное, такое серьезное мероприятие, да, генеральным спонсором этого мероприятия у нас выступает Realme, это фирма, которая производит, да, там, компания, которая производит телефоны, и не только телефоны, и все, что с этим связано, да. Также в оргкомитете у нас беговой клуб RANDON S RAN, который имеет колоссальный опыт в проведении таких мероприятий, они проводят, да, там, мосты Владивостока. Техническим подрядчиком у нас выступает ивент группа Edison, которая тоже известна, да, там, своими хорошими, такими масштабными проектами. Ну и также еще на воде, что немаловажно, да, безопасность у нас осуществляет GIMS, это МЧС России. А чем этот проект отличается от предыдущих? Этот проект намного масштабней, вот, уже и статуснее в плане судейского, да, корпуса. К нам приедет судья международной категории судить наш старт. Вот. И ожидается много известных спортсменов, вот, ну, пока мы их держим в тайне именно, чуть позже мы их раскроем. А какое количество участников ожидается? Около 700 человек мы ожидаем на нашем мероприятии. Ого! Ну, это так и поедут, и поплывут, и побегут всем скопом, да? Ну, не всем скопом, так как у нас мероприятие проходит в два дня, то первый день, ну, как уже Евгений сказал, это дети, да, второй день взрослые, вот, у них-то такие, да, у них все дисциплины, которые мы запланировали, от суперспринта и до средней дистанции, они все именно будут стартовать одновременно. А призовой фонд какой? Есть вообще какой-то призовой фонд? Да, конечно, у нас в этом году мы учредили призовой фонд в размере 2 миллиона рублей, который будет распределен между абсолютными победителями на дистанциях Олимпийская и Средняя, а также на дистанциях суперспринт, спринт, Олимпийская и Средняя, это будут еще возрастные категории награждены. Но помимо призового фонда у нас еще есть призы и подарки вот нашего генерального спонсора, да, Реалми, который будет в возрастных категориях дарить девайсы, те, которые они производят. А победителей вообще всего много? Ну, у нас, получается, победители делятся по последующим, по двум критериям. Первый критерий – это абсолютные победители, это те, кто, допустим, если мы рассмотрим среднюю дистанцию, да, вот те первые 6 человек, которые прибежали, это будут абсолютные победители. И также по 3 человека в каждой возрастной группе. А возрастные группы у нас делятся по 5 лет, там, с 18 и до 60 лет. И они вот все как бы распределяются. И в каждой возрастной группе мужчин и женщин по 3 человека мы будем награждать ценными призами и подарками. Ну да, достаточно большое количество. То есть никто практически без подарка, без какого-то, наверное, не уйдет. Да, но у нас там еще есть номинации. Мы придумали номинации «Самый быстрый бегун», «Самый быстрый пловец» и «Самый быстрый велосипедист». Вот также мы будем честовать последнего участника на средней дистанции, кто у нас финиширует. Потому что это тоже, как и первый участник, это очень почетно. Потому что он как бы боролся на протяжении 8 часов. Потому что гонка идет 8 часов и лимит времени средней дистанции 8 часов. И вот он на протяжении этих 8 часов боролся сам с собой. И в итоге он уложился в лимит и как бы зашел в последний финишный створ. И здесь мы тоже его будем встречать, как и того, кто финишировал первым. Евгений, а что является мотивацией к этому виду спорта? Прежде всего, это здоровье. И на самом деле, как бы, это целое приключение. На самом деле, как бы, это целое приключение. Потому что ты встаешь рано утром, плывешь. Потом едешь на велосипеде. Потом бежишь. И это вот все в три этапа, да, в какой-то определенный промежуток времени происходит. И для тебя постоянно картинка меняется. То есть, сейчас ты в море, да, через 20 минут ты на велосипеде проезжаешь красивый пейзаж, да. И дальше перемещаешься на бег. Тоже все настолько разно и лаконично. То есть, это на самом деле мотивирует. Вообще, с точки зрения здоровья, наверное, правильно Денис заметил, это такие привычные нам вещи, да, бег-ходьба, плавание, велосипед. Это даже врачи рекомендуют людям, кому запрещены тяжелые физические нагрузки, разрешены, как правило, велосипед, ходьба и плавание. Поэтому, да, наверное, это такой очень здоровый вид спорта. Это очень здоровый. То есть, на всей группе мышц. Кстати, кто хочет похудеть, как бы, ну, welcome, здесь достаточно калорий можно отжечь. А подснежников зовем. Скоро лето. Маршрут действительно будет пролегать по живописному такому островку острова русский, да, скажем так. Так, но поскольку побегут люди по дороге, поедут на велосипедах по дороге, соответственно, они же не побегут и не поедут вместе с машинами. Здесь как-то ограничение движения будет вводиться. Да, да, конечно. Так как мероприятие у нас проходит в два дня, да, то первый день, ну, первый день, как я уже говорил, у нас дети, да, и все старты будут проходить внутри океанариума, потому что там, как бы, дистанции небольшие. И места им хватит на океанариуме. А вот во второй день у нас будет частичное перекрытие университетского проспекта от моста до 11 форта. Это в период времени с 8 до 12.40 у нас будет перекрыто, и по этой части выезды с русского острова у нас машин двигаться не будут. Но мы предоставляем проезд всем спецслужбам, которые, если вдруг какие-то экстренные ситуации, то, конечно же, мы там предоставляем, как бы, возможности им проехать. Какие ожидания от этого мероприятия у вас, Денис, и у вас, Евгений? Ну, вообще, ожидания, наверное, чтобы это мероприятие прошло, как бы, гладко, так скажем, да, ярко, красочно и запоминающиеся не только там для нас, как организаторов, но и для тех спортсменов, которые приедут, и чтобы им захотелось на следующий год еще раз, да, поучаствовать в этом мероприятии. Как бы окажет толчок для, еще, скажем так, большего развития не только у нас в регионе, а в целом, вот, по России. Чтобы мы были той точкой притяжения именно триатлона в Азии. А, кстати, зарубежных участников еще пока не зарегистрировано? Пока ведутся переговоры, и мы надеемся, что наши азиатские друзья посмотрят на нас, да, и присоединятся. Евгений, давайте напомним, где проходит регистрация и как можно это сделать. Так, регистрация у нас, я думаю, что Денис более подробнее расскажет. Денис. Да, регистрация у нас проходит на сайте владивосток-триатлон.ком, значит, вы заходите на этот сайт, нажимаете кнопку зарегистрироваться, и, значит, открывается, условно говоря, там поле регистрации, вы выбираете ту дистанцию, которая вам необходима, и пошагово по инструкции вы заходите до формы оплаты и регистрируетесь. То есть вам в личный кабинет и на почту приходят сообщения о том, что вы там успешно прошли регистрацию, и вот вы уже стали участником этого мероприятия. Если у вас возникли какие-то вопросы, там же на сайте указан номер телефона колл-центра и почтовый ящик, куда вы можете написать, обратиться, если вдруг у вас какие-то возникли сложности с регистрацией, с оплатой, или, может быть, у вас там какие-то там вопросы по мероприятию, если вы там, ну, хотите задать вопрос, то есть вы в свободное время можете в любое время позвонить и вам ответят на все интересующие вас вопросы. Ну да, я напомню для наших зрителей, что мероприятие Владивосток-триатлон состоится 22 и 23 июля, пройдет оно на Русском острове. Ну, а вам, как организаторам и федерации, представителям федерации, я желаю, конечно, побольше новых лиц, побольше участников, и чтобы людям это запомнилось. Спасибо. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о спортивном событии – фестивале «Владивосток-триатлон», которая состоится во Владивостоке 22 и 23 июля. В гостях у нас были Евгений Карпов, председатель Федерации триатлона и полиатлона Приморского края, и Денис Иванюк, технический директор Федерации триатлона и полиатлона Приморского края. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА